Всем привет! Я прошу прощения, но это очередная дневниковая запись, которую я вынужден сделать под давлением обстоятельств. Дело в том, что на прошлых выходных, на этой неделе, у меня в буквальном смысле сгорел компьютер. Я его включил проверить почту, посмотреть что как, а он чих-пых, вспышки, хлопки, дым, в буквальном смысле, он до сих пор воняет в комнате, и вырубился. Я подумал, что сейчас пожар будет, отключил его от сети как можно скорее, выдернул шнур, но обошлось в каком-то смысле, потому что это блок питания. Он уже не новый, но когда я его покупал, он был качественным такой в обзорах, был интересный, я его купил, а он меня, сука, вот теперь материнку убил. Материнку, процессор, память, все за собой потащил. Но, к счастью, видеокарта выжила и жесткие диски, которые я еще к тому же недавно поменял, то есть у меня предыдущая пара винтов посыпалась, начала ломаться, я быстренько переехал на новые, и вот было бы очень обидно, если бы они тоже сгорели, но они, к счастью, выжили. Потому что, знаете, как у Кащея смерть-то в яйце, а вот у меня вот она, тем более их два как раз так, для полноты сходства. Вот, и сейчас я сижу за новой машиной, которую еще почти что не опробовал в деле, то есть единственное, что я попробовал, это пару игрушек запустить и перекодировать видео. Что я могу сказать? По ощущениям, новый проц существенно быстрее, но, вероятно, дело не в процессоре, потому что по числам он более-менее схож со старым. Предыдущая машинка у меня была собрана на топовом, на тот момент AMD Phenom, 8-3-5-0 или 8-5-3-0, как-то так он назывался. То есть там 8 потоков исполнения, 8 мегабайт кэш, 4 гигагерца тактовая частота максимальная и тепловая выделяемая мощность около 200 с чем-то там ватт. Я реально мог греться. Из компа летит выхлоп, горячий воздух, можно было отапливать помещение. Сейчас вот он прохладный, потому что у нового процессора те же самые 8 мегабайт кэша, те же самые 8 потоков исполнения, тут новая архитектура, те же самые 4 гигагерца, но тепловая мощность у него 65 ватт. Это существенно ниже, более чем в 3 раза. Вот, и в связи с чем, память у меня гораздо более быстрая, чем предыдущая, то есть там был DDR3 1600, а сейчас у меня DDR4 2666. Адский перформанс. И вот с этой памятью я хочу вам историю рассказать, что с ней связано, потому что это самое большое приключение было. Если вы вдруг намерены сделать себе новый компьютер, собрать, или проапгрейдить старый, или еще что-нибудь, то не повторяйте моих ошибок. Потому что, если в вашем списке пожеланий присутствует такое словосочетание, как память DDR4, то будьте очень бдительны. Потому что, несмотря на то, что DDR4 это индустриальный стандарт, да, то есть серьезные дядечки договорились, как они все сделают, какие там временные электрические параметры будут, какие частоты и так далее, рекомендации по трассировке печатных плат, все это существует. Но на практике это выливается в то, что вот вы покупаете процессор, вот вы покупаете материнку, вот вы покупаете модули памяти, собираете все, а оно не работает. Почему? По кочену. Несмотря на то, что все это отвечает одним и тем же стандартам, совместимость еще не гарантирована. Полная работоспособность, я имею в виду. То есть, память может завестись на более низкой частоте. Может быть так, что вот если у вас материнки 4 слота памяти, то заработает только в двух из них. В четырех не заработает. Это связано с какими-то тонкими физическими эффектами, которые почему-то не прописаны в стандарте и либо плохо контролируются, либо вообще на них никто внимания не обращает и как получится, так получится. То есть, нормальные производители, как они делают? Материнские платы тестируются перед тем, как их начать продавать, да? В них ставят процессоры, определенные там выборы из какого-то модельного ряда. Тестируется, что у материнки там хватает, грубо говоря, электрической мощности, которую он может через себя пропустить, чтобы запитать этот процессор. Это же не всегда гарантированно. То есть, есть процессоры, которые жрут столько, что по материнской плате ток такой не может пройти, грубо говоря. Вот, тестируются процессоры, тестируется там всякая периферия и тестируются модули памяти. То есть, у производителя материнки, не у чипсета, это не с чипсетом связано, это конкретная реализация схемы на конкретной вот материнской плате, они же разные. У производителя этой мат-платы есть там склад с модулями памяти. И он берет, их вставляет в разных конфигурациях и результаты экспериментов записывает в базу данных. Так называемые qualification list или как-то так. Короче, список, перечень протестированных модулей памяти. Если тот модуль памяти, который вы покупаете, отсутствует в этом списке, это еще не говорит нам о том, что он там не заработает. Это говорит нам о том, что это будет лотерея. Может, заработает, может, и не заработает, может, заработает только в двух слотах из четырех или там в трех из четырех или в одном из четырех. Причем не в этом, а вот в этом. Вариантов может быть очень много. Даже если вы покупаете так называемую китовую память, то есть, которая продается китами, наборами по два или по четыре модуля в одном наборе, то это тоже не гарантирует ее работоспособность. Модуль может не быть в этом списке, потому что список там 2018 года, а модуль модель его 2019 года. Понятное дело, что в старом списке он не появится. То есть, на свой страх и риск. Но, если вы можете найти такой модуль, который присутствует в этом списке и в прайс-листе того продавца, где вы собираетесь покупать, берите именно такой, даже если он не китовый, даже если там в разнобой. Здесь написано, что такой-то модуль заработает во всех четырех слотах, в конфигурации четыре модуля из четырех, берите, и он с вероятностью 99% у вас заработает. Потому что большую часть времени, которое я потратил на этот апгрейд, это две части. Две части было. Первое, это ожидание, когда он наконец-то приедет в магазин со склада. И второе, это подбор этой сраной памяти. Потому что я сначала купил китовые наборы, два по два, не заработало с ними. То есть два любых работает, четыре нет. Потом другую память, которая гарантированно вроде как должна работать, но она тоже не заработала, потому что там три модуля были из одной партии, а четвертый из другой. И не заработало. Вот. И кончилось мое мучение тогда, когда были испробованы другие модули от другого производителя, на который я раньше даже не смотрел. С ними заработало все прекрасно на его штатной частоте. Моем тест отфигачил практически сутки и никаких сбоев не было найдено. То есть, вот, если вы не хотите себе приключений, но хотите собрать машину самостоятельно, сверяйтесь с этими самыми qualification list, если они есть. А если такого списка для вашей платы нет, то выбирайте лучше другую плату, потому что это уже само по себе подозрительно. Это, повторяю, не к чипсету привязано и не к типу процессора. То есть, у AMD и у Intel совершенно аналогичные проблемы со всем этим. Есть какие-то несовместимости внутри стандарта. Стандарт не гарантирует абсолютную совместимость. Он гарантирует, что у вас ничего не сгорит, грубо говоря. Но то, что это будет работать, это еще, как говорится, вилами по воде писано. Вот. Собственно, о чем мое приключение. И для завершения этой записи еще одна заметка, но уже о совсем другом явлении. Когда я вернулся в онлайн, первым делом, что я сделал, была проверка почты, естественно. И я с удивлением обнаружил, что под моим ютубом подписалось более 30 или даже сколько там человек за один день. Что было довольно странно. То есть, я в оффлайне, новых видосов нет, я вроде, какой я скандал мог вызвать своим отсутствием. Что это происходит? То есть, первый случай аналогичный был некоторое время назад, когда меня на своем канале прорекламировал Данка Сан. Ко мне тогда пришло человек 10-12, я точно не помню, за один день такой маленький всплеск был. Маленький, но заметный, потому что для моего маленького канала даже 10 человек это очень серьезная прибавка. Второй случай был, когда я чем-то там обидел каких-то плоскоземов. Тогда ко мне побежали подписываться, потом отписываться, минусовали, короче, школьники какие-то. Они думали, что что-то мне таким методом могут сделать неприятное. ну, ладно. Вот, а сейчас меня нету и вдруг пошла волна подписки. Меня это несколько удивило, насторожило, потому что что такое? Какой-то скандал опять случился или что? Ну, выяснилось все очень просто, разъяснилось благодаря моей цепкой памяти и одному из комментариев. я вспомнил, что как-то раз давным-давно один из комментаторов, может быть, и подписчики, я не могу проверить, подписан ли он на мой канал. Хотя нет, почему? Могу. Не подписан. Ну, да ладно. Один из моих комментаторов, но не подписчиков, как-то раз написал, что он то ли обзор на мой канал сделает, то ли что-то такое. Короче говоря, тогда я подумал, ну, хорошо, ладно. Мне не жалко. Потом в моем инбоксе появился еще один комментарий, и вот оно одно с одним сложилось, и я понял, откуда это все пошло. Я заглянул в сообщество того комментатора, у него в ВКонтакте есть сообщество, я посмотрел, у него там есть запись от 4 декабря, то есть как раз тот самый день, когда пошел всплеск подписки. Ну, источник найден. Большое вам спасибо. Не знаю, что из этого выйдет, но обещаю, что на канале моем время от времени может быть будет появляться что-то интересное. А может быть и нет, как дел пойдет. Если у меня этот новый компьютер сгорит, то я буду очень опечален, у меня на следующий апгрейд уже денег нет. Пока что будут, но не скоро. Слишком внезапная трата, неожиданная. Вот. Собственно, резюмируя. А. Видос с ликбезом про Луну задерживается. Будет на следующей неделе, потому что сейчас я буду занят несколько дней подряд. Б. Будьте аккуратны с выбором памяти DDR4, потому что стандарт не гарантирует совместимость, как ни странно. И. Волна подписки, за которую я подписавшимся очень благодарен. Спасибо. Постараюсь оправдать ваши надежды, если они у вас какие-то есть. Ну, а если нет, то и нет. Как пойдет. Вот. На этом запись завершается. Но пасаран. Мракобесие не пройдет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok